Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня стало известно о том, что внук Алла Борисовны Пугачёва, Никита Пресняков, дал интервью. Он тоже музыкант. И сказал о том, что, собственно говоря, он не боится осуждений, колких фраз, каких-то там, значит, осуждений, обсуждений в свой адрес. И абсолютно открыто говорит, что готов прямо сейчас паковать чемоданы и ехать в Америку. Вот, друзья, вот новое поколение. Вот новое поколение, которое ментально было ближе к Европе, исходя из того, что бабушка, мама, семья в целом довольно обеспеченная, там Пресняковы. И, естественно, вся эта обеспеченность, она сводится у нас к тому, что дети ближе к европейским ценностям. Отдыхают в Европе, в Америке, он жил в Америке, вы знаете. То есть у нас почему-то за последние 20-30 лет так сложилось, что если человек обеспеченный, то он обязательно смотрит в сторону Запада, в сторону Америки. Вот, согласитесь, такое есть. То есть человек не то, что он там строит, у него может быть дом в России, там, я не знаю, квартира, он обязательно старается, если там побольше денег, там приобрести какую-то загородную недвижимость, значит, в зарубежной стране, в Европе, в Америке. Нет такого, что ты живешь в своей стране, да, и если ты там богат и так далее, то ты живешь в своей стране и живешь в своей стране. Это они обязательно начинают смотреть, куда деньги вложить, куда вывезти и так далее. А потом бегают, трясутся, боятся их потерять. Значит, вот подрастающее поколение, не подрастающее, но я имею в виду новое поколение, не Пугачева, а там Арбакайте, которому уже достаточно много лет, да, а новое поколение, и для них совершенно по-другому воспитанных, не существует понятия патриотизма, еще там чего-то. Без проблем. Где деньги платят? Он говорит, я туда и поеду. И ему самое главное плевать вообще абсолютно на какие-то там критику, еще на что-то. Вот что он говорит, и вот что пишут. Никита Пресняков, в отличие от своей знаменитой мамы Кристины Арбака, это не боится осуждений колких фраз. В свой адрес от злостных недоброжелателей певец открыто заговорил о поездке в Америку. Оказалось, что музыкант не прочь заработать деньги в США, самое главное, чтобы была аудитория. Какой бы гастрольный тур, говорит Никита Пресняков, мне сейчас не предложили, нужно понять, насколько он будет целесообразен в плане сбора аудитории. Только от этого будет зависеть, а куда ехать с концертами, мне без разницы. Мы готовы всем слушателям дарить эмоции, которые они дарят нам. Понимаете, то есть дружественная страна, недружественная страна, если деньги платят, вот я там. Вот это новое поколение, которое поклоняется золотому тельцу. Но самое главное, если мы посмотрим, например, новое поколение в деревнях у нас, там вот подальше от Москвы, это поколение, которое действительно, я сейчас вот смотрю в социальных сетях, поддерживает элиту нашей страны сейчас, наших защитников, которые действительно патриотически какие-то картинки размещают, и так далее. Вот это новое поколение, которое ментально ближе к Европе. Им все равно, где зарабатывать. Для них это без разницы. Даже если, я не знаю, заставили что-то там говорить, мне кажется, ему вообще по барабану. Главное деньги. Все. Интересно ваше мнение, друзья. Что думаете на все еще? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости. Здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись ничего. Телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там политика, и не только политик с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.